Добрый день, приветствую вас на канале Гильтек. Меня зовут Шабранова Татьяна, и я тренер и технолог компании Гильтек, а также практикующий косметолог. И сегодня мы поговорим о составах косметических средств. Все знают, что действия косметических средств напрямую зависят от активных компонентов, которые они содержат. И сегодня мы поговорим о витаминах. Витамины – биологически активные вещества. Они участвуют в образовании новых клеток, синтезе гормонов, ферментов, а также защищают кожу от свободных ратикалов. Влияние на кожу витаминов также очевидно. Несмотря на дополнительный прием витаминов в виде пищевых добавок или дополнительных витаминных комплексов, кожа все равно может страдать от нехватки этих незаменимых веществ по разным причинам. Но мы можем помочь кожи при помощи наружных косметических средств, содержащие, помимо всего прочего, и витамины. Последнее время их широко вводят в составы косметических средств, так как уже давно было доказано их благоприятное воздействие на кожу не только при употреблении вовнутрь, но и при наружном нанесении. Отдельный витамин или комплекс, несколько из них, в основе косметического средства и в основе косметических формул могут решать различные проблемы разных типов кожи в любом возрасте. Насчитывается более 10 витаминов, которые могут поддержать здоровье кожи и которые чаще всего встречаются в составе косметики, мы с вами сейчас обсудим. Витамин А. Самый популярный среди витаминов. Это витамин молодости, полезный микроэлемент для человеческого организма, который участвует и в синтезе белков, и регулирует обмен веществ, и стимулирует обновление клеток, оказывает антиоксидантную защиту, отвечает за клеточный иммунитет и выполняет много других различных функций. Нашей коже витамин А обеспечивает упругость, плотность, помогает обеспечить увлажнение, обновление кожи и заживление, и регуляцию выделения кожного сала. Существует несколько форм витамина А, которые объединяются в отдельные группы соединений с общим названием ретиноиды. Они бывают естественные, это эфиро-ретинола, ретинол-ацетат или ретинол-полиметат. Также чистый ретинол, ретинол-альдегид или ретиналь, ретиноевая кислота или третиноин. Также бывают гибридные ретинил-ретиноат, которые все встречаются в косметических средствах. Также имеется отдельная группа соединений, которая по существу является предшественниками витамина А, то есть его провитаминами. Это каротиноиды. Они тоже встречаются в косметических средствах. Самые известные из них это бета-каротин, ликопин, лютеин, зооксантин и другие. Витамин А в форме ретинил-ацетата это стабильная форма ретинола, которая обычно используется в антивозрастных кремах и других косметических продуктов. Он может быть менее эффективным, чем ретинол, но более стабильным и менее раздражительным. Ретинил-полиметат тоже часто используется в антивозрастной косметике. Это очень стабильная форма ретинола, которая обычно используется в косметических продуктах. Он менее раздражительный, чем другие формы ретинола, но у него низкая активность и его действие может занимать больше времени, чтобы показать хорошие результаты. Несмотря на это, ретинил-полиметат мощный антивозрастной актив, который ускоряет процессы регенерации клеток, обеспечивает хороший лифтинг и тоже обладает осветляющим эффектом. Производные витамина А. Ретиноиды – один из наиболее популярных витаминов антиосидантов, встречающихся в косметологии. Косметику с ретинолом достаточно часто используют в косметологии. Ретиноиды влияют практически на все механизмы развития акне, также оказывают положительный косметический эффект при антиэйдж процедурах. Но про это у нас снято большое количество видео, а мы с вами говорим про витамины. Хочу напомнить, что витамин А и все ретиноиды очень чувствительны к солнечному свету. И стоит всегда использовать косметику с фотозащитным фактором. Следующий витамин, о котором бы хотелось поговорить – это целая группа витаминов. Это витамины группы В. Витамины группы В активно участвуют в борьбе за красоту. Большинство из них отвечают за барьерные свойства кожи и ее чувствительность. Комплекс витаминов группы В состоит из 11 различных веществ. Самыми распространенными витаминами группы В в косметологии считаются В1-тиамин, В2-рибофлавин, которые устраняют шелушение, сухость и отвечают за чувствительность кожи, а также нормализуют обменные процессы, стимулируют производство клеточной энергии и обладают заживляющим действием. Неоцинамид обладает и себорегулирующим действием и помогает эффективно выравнивать поверхность кожи, осветляет пигментные пятна и оказывает антивозрастное действие. Также часто встречается витамин В5 или пантенол, который принимает участие в жировом и углеводном обмене на клеточном уровне, купирует воспалительные процессы, ускоряет процессы регенерации и часто используется в успокаивающих и ранозаживляющих средствах. Он помогает бороться с сухостью, шелушением кожи, а также различными формами дерматита. Другие витамины этой группы В6, В7, В9, как фолиевая кислота, В10 и В12, их действия тоже направлены на защиту и укрепление барьерных функций и снижение негативных последствий от ультрафиолета, а также они все отвечают за липидный и белковый обмен. Для достижения терапевтического эффекта эти витамины добавляют и в комплексе и по одному составы кремов и сывороток. Еще один самый популярный витамин в косметологии это витамин С или аскорбиновая кислота, еще один незаменимый антиоксидант для красивой кожи. Витамин С стимулирует синтез коллагена, защищает кожу от преждевременного старения, выравнивает тон кожи, борется с морщинами и пигментацией. А также популярен и для работы с акне, выравнивает рельеф лица, увлажняет и сужает поры, оказывает противовоспалительный эффект. В косметике существует десятки форм витамина С. Самая распространенная это аскорбиновая кислота, водорастворимая и требует к себе особенного внимания, так как она очень нестабильна. Часто совмещается с витамином Е или стабилизируется или инкапсулируется. Давайте отдельно отметим стабильную форму витамина С или аскорбилглюкозит. Попадая в кожу, под воздействием ферментов он постепенно превращается в активную аскорбиновую кислоту и оказывает мощное антиоксидантное осветляющее действие. Также аскорбилглюкозит укрепляет сосудистую сетку капилляров и поэтому он так популярен. Он очень стабильный. Несмотря на это, любое средство, содержащее витамин С в любой форме, должно быть очень хорошо и герметично упаковано. И переходим к следующему витамину, который тоже часто встречается в косметических средствах. Это витамин Е или токоферол, а также это витамин молодости и очередной антиоксидант, без которого наша кожа становится тусклой, снижается ее тонус и увлажненность. Токоферол, так же, как и другие антиоксиданты, противостоит свободным радикалам, защищая кожу от преждевременного старения, а также способствует синтезу коллагена и эластина, отвечающим за подтяжку и лифтинг кожи, а также возвращает коже эластичность. Так как витамин Е жирорастворимый, часто используется при лечении таких проблем с кожей, как дерматиты, сибореи и экземы. И следующий витамин, который вы тоже можете часто встретить в косметических средствах. Витамин Ф – это линолеевая кислота или омега-6, незаменимый витамин для очень сухой кожи или чувствительной кожи, склонной к раздражению. Этот витамин незаменим в средствах для ухода за сухой и чувствительной кожей. И в конце этого видео хотела рассказать о не совсем витамине. Это витамин Н или альфа-липоевая кислота, которая является мощным антиоксидантом, предотвращающим оксидативный стресс и воздействие ультрафиолета на кожу, обладает мощным противовоспалительным действием и защитными свойствами. Витамин Н часто встречается в составе антивозрастных формул, а также возвращает упругость и эластичность кожи, защищает от оксидативного стресса, а также защищает другие витамины от разрушения свободными радикалами. Так как же восстановить недостаток витаминов в коже? Конечно, хочется посоветовать вести здоровый образ жизни, принимать пищевые добавки и правильно питаться. Но сегодня мы с вами убедились, что используя активные сыворотки и кремы с активными компонентами и витаминами, тоже можно восполнить баланс витаминов в коже. А на сегодня у нас все. Встречайте наши следующие видео, присоединяйтесь к нашему каналу, жмите на колокольчик, чтобы получать информацию о выходе наших новых роликов.